С возрастом атмосфера волшебства, доброй сказки, чувство приближения той поры, когда сбываются все мечты и исполняются заветные желания, почему-то пропадает. Вернуть их очень просто. Для этого нужно четко следовать нашим инструкциям. Приготовьте ароматный какао, укутайтесь в плед, возьмите ноутбук или включите телевизор и устройте марафон любимых фильмов. А с выбором кинокартин мы постараемся помочь. История смышленого и находчивого хулигана, которого забыла дома большая шумная семья в канун Рождества, покорила миллионы зрителей всех возрастов. В этом году культовой комедии «Один дома» исполнился, только вдумайтесь, 31 год. И вот на протяжении трех десятков лет новогоднее настроение успешно создает двое нерадивых грабителей, что стали жертвами изобретательности одного восьмилетнего мальчика. Перейдем к советским мюзиклам. Легендарной карнавальной ночи в этом году стукнуло аж 65 лет. Это ли не повод пересмотреть музыкальную комедию Эльдара Рязанова? Не оставим без внимания и еще один фильм этого режиссера. Здесь не нужно названия, достаточно цитаты. «Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню». История Жени Лукашина и Нади Шевелевой уже давно стала настоящим символом Нового года. «Советуем пересмотреть, а то что-то в нас пропал совсем этот дух авантюризма». Мистер и миссис Дурсель проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Эти строки без труда узнают все патерманы, коим и я себя причисляю. Практически невозможно себе представить новогодний киномарафон без истории о мальчике, который выжил. И самая светлая и сказочная его часть, безусловно, первая – «Гарри Поттер и философский камень». Осторожно, маглым к просмотру не рекомендуется. «Гринч украл Рождество» – яркий и красочный фильм о зеленом мизантропе перенесет в новогоднюю сказку любого. Фильм рассказывает о жителях Ктаграда, которые готовятся к Рождеству. Но их праздничное настроение – настоящая пытка для обиженного на все и вся зеленого волосатого человечка по имени Гринч. Он жил отшельником на одинокой горе и жутко ненавидел этот семейный праздник. И вот однажды, достигнув точки кипения, Гринч решил покончить с Рождеством раз и навсегда. Не могу не отмечить, что Джим Керри в этой роли, как всегда, бесподобен. Вот такая вот получилась разношерстная подборочка. Выходит, что не праздник к нам приходит, а мы создаем праздник. Получается, вы сами с легкостью можете стать для себя добрым волшебником. С Новым годом, дорогие зрители, и уютных вам кинопраздников!